Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 33 главе книги «Бытие». Здесь, наконец-то, уже происходит долгожданная встреча Иакова и Исава, встреча, подготовке которой была посвящена вся предыдущая глава. Иаков принимал меры предосторожности, разделял станы, посылал вперед подарки Исаву. Ну и вот, наконец, увидел, идет Исав, брат его, и с ним 400 человек. 400 человек – это много. Ну, правда, действительно много. И Иаков расставляет своих сначала служанок и детей от служанок, он таким образом разделяет, различает. Потом Лию и детей от Лии, и только потом Рахиль и Иакова. Ну вот, а сам идет вперед, кланяется семь раз до земли, подходя к брату своему. Ну и читатель, как предполагается, должен замереть в ожидании, каково будет целование сие. Как же вот эта встреча произойдет. И побежал Исав к нему навстречу, обнял, пал на шею, целовал, и плакали оба. Если хотите, антиподом того, как происходит встреча Якова с Исавом, является, как сказать, притча о блудном сыне, отношение старшего брата к покаянию младшего. Такое впечатление, что где-то для тех, кто слушает Господа Иисуса, эта картина тоже соотносится, или может соотноситься с рассказом об Исаве и Якове. Так или иначе, вот они встречаются, падают на шею, плачут оба, потому что там, по крайней мере, Яков боялся, может, и Сав тоже с напряжением ожидал этой встречи. Вообще-то у Якова тоже не 11 человек, а гораздо больше. И вот они, оказывается, могут быть вместе, могут радоваться, могут плакать. И, соответственно, дальше расписывается подробности этой встречи. Вот Яков показывает Исаву, вот дети, которых Бог даровал рабу твоему, вот имущество, вот я тебе даю то, я тебе даю это. И Исав говорит, слушай, у меня много, пусть это все будет твое. Нет, прими благословение, потому что я вот увидел лице твое как лице Божье, ты был благосклонен, прими благословение мое, которое я принес тебе. Говори так, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. Вот как раз тот вариант, когда по-человечески все должно быть очень плохо и напряженно, и к этому готовятся. А вмешивается Бог, и происходит не так. И происходит вот такая действительно братская встреча, где каждый готов отдать другому чуть ли не все, но при этом никому ничего от другого, собственно, и не требуется. И дальше во второй части, в заключительной части главы, они расходятся, потому что там Исав уходит и говорит, «Пошли со мной, Иаков под предлогом того, что у него дети малые, и скот дойный, говорит, ну я не могу так быстро, поэтому ты иди, а я тут потихонечку». И в результате они расходятся друг от друга. То есть опасения в человеческом отношении, их друг к другу остаются, остаются. Они вовсе не горят желанием уж так уж прям сильно быть вместе, и в, как это называется, в досягаемости друг для друга. И заканчивается эта глава тем, что Иаков приходит в Сихем, в земле Холландской, и покупает часть поля, на котором раскинул шатер свой. Насколько можно судить, с точки зрения рассказчика, та земля, которая принадлежит Аврааму, и которая передана по наследству Исааку, переходит к Исаву. И поэт Иаков здесь покупает другую землю, часть поля, для того, чтобы исполнилось обетование Божье о том, что потомка Иакова он даст землю сию.